Больше чем на 20% вырос в этом году объем транспортных грузоперевозок в Казахстане и через нашу страну. Такие цифры озвучил министр транспорта Марат Карабаев, подводя итоги года. По его словам, за это время объем инвестиций в отрасль увеличился почти в два раза, до 2 триллионов тенге. О том, как развивается логистика в стране и какие проблемы сдерживают развитие отрасли, мы узнаем из материала моей коллеги Анель Едель-Козе. Общий объем грузоперевозок через территорию Казахстана составил почти 900 миллионов тонн в этом году. На долю транзита при этом приходится почти 30 миллионов тонн. Основные направления – Китай и Россия. Между тем, в стране на сегодня запущен ряд крупных проектов. Они охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы. Начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана. В порту Актау планируется создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования. В порту Корек запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Абудави Портс. Реализация всех проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов Казахстана на 10 миллионов тонн. Основная доля всего объема приходится на вагонные перевозки. В ноябре началось строительство обводной жидой линии во вход станции Алматы и Дарбаза-Махта-Арал. Первая позволит сократить время доставки грузов на 24 часа и разгрузит алматинский железнодорожный узел на 40%. А вторая увеличит пропускную способность в направлении Центральной Азии на 10 миллионов тонн. Работы проделано немало, но есть и нерешенные вопросы, считает сенатор Закиржан Кузиев. Казахстан имеет огромную территорию, у него нет выхода в основное море, и поэтому железнодорожный транспорт вообще является локомотивом движения всего, будем говорить, бизнеса. И есть огромные проблемы именно в стыках. Вот мы знаем, что сегодня переход, допустим, в ту же Узбекистан, у нас очень узкий, да, в Китай. Очень долго идут контейнеры, вагоны, не дают планы, потому что не успевает железнодорога там проводить все эти маневры. Отметил сенатор и нерешенные проблемы в части перевозок автотранспортом. По его словам, некачественное дорожное полотно напрямую влияет на развитие грузоперевозок. По-прежнему открытым остается вопрос нехватки строиматериала битума. В Казавтожол, говорят, работа в этом направлении уже ведется. Основные производители битума в республике были наши два основных завода, Павлодарский метехимический завод и Каспий битума. Вот что касается на 2024 год, то у нас план, сейчас у нас уже разнарядка есть, общая потребность около 1 миллион 200 тысяч тонн необходима. При этом у нас министерство транспорта совместно с министерством энергетики подписана дорожная карта. Учлены такие вопросы, как зимняя заготовка мы предусмотрели, план производства битума, заводы, как будут производить выдача, авансом зимний период подрядным компаниям для зимней заготовки, а также самое главное будут утверждаться цены. Покрывать полностью потребность битума Казахстан будет уже через три года, заверил заместитель председателя правления Казавтожол. По разработанной программе в планах увеличить мощность завода Каспий битум от 500 до 750 тысяч тонн в год. За это время решится и вопрос нефтехранилищ. Анель Едельхоза, 24КИЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова